Помериться ростом с хищниками, обитающими на территории Нинецкого округа. Определить животных по отпечаткам лап, заглянуть в окошко к пернатым. У жителей региона появилась уникальная возможность поближе познакомиться с природой родного края. Стоит только пройтись по новой экологической тропе «Медвежий переулок», который разработали сотрудники заповедника Нинецкий. Наша съемочная группа вместе с первооткрывателями маршрута отправилась в увлекательное путешествие. Нишина, нишина, нишина! Вот так уважительно и ласково вызывали Мишку из своей берлоги ребята-второклашки из пятой школы. Михаила Михайлович, или как мы привыкли Потапыч, главный герой экологической тропы, которую оборудовали сотрудники заповедника Нинецкий для занятий с ребятней. Подавшись то ли убедительным просьбам, то ли соблазну угощений, Миша выходит гостям. Давайте похлопаем, он вышел к вам на встречу. Мишка принимается сразу за лакомство, а ребята начинают экологическое путешествие по станциям. Первая лесная остановка – это стенд с информацией об одном из самых опасных хищников на планете – о медведе. Самым огромным является белый медведь, бурый, черный, гималайский даже есть. Есть очковый медведь, медведь-бубач, панда и беруан. Дальше лесные гости направляются к табло с изображением пернатых соседей бурого медведя. Они – нередкие гости Мишки. Часто крылатый прилетает отведать угощение косолапого. Чтобы узнать больше о соседях, достаточно приоткрыть заветное окошечко. Давайте посмотрим эту птичку. Кто-нибудь знает ее? Да, я знаю. Это белая трясокушка. Получила свое название из-за того, что бегая по земле, она трясет хвостиком. Следуя по экологическому маршруту, детвора напала на следы животных. На познавательном стенде, чьи следы ребятам предстояло определить, кто же оставил на тропинке отпечатки своих лап. Еще одна станция, где можно было помериться с размерами животных – это деревянный ростометр. Тоже как олешек. Большой, хороший олешек. Это лебедь. Хороший такой лебедь, прям нормальный. Эстафету природного путешествия принял интерактивный кубик-рубик. На этой логической остановке ребята должны были правильно подобрать листочки и цветы к предложенным ягодам. После прохождения увлекательных испытаний под раскинувшейся лиственницей второклашки успешно ответили на вопросы викторины. Среди знатоков первооткрывателей маршрута – Алина Кислякова. Мне понравилось, как мы рассуждали ягоды, медведи и птиц. А как ты думаешь, как нужно относиться к природе? Очень хорошо. Не бросать стекла, не разбивать бутылки, нельзя мусор бросать. И когда увидите то, что уже где разжигали костер, лучше там, а не на свежей траве разжигать. За правильный ответ и активное участие ребята получили сладкие призы от компании «Башнефтполюс» – одного из партнеров заповедника в организации экологической тропы. Обратились сотрудники заповедника. Нам очень понравился проект. Мы уже не на первом мероприятии участвуем. То есть это был день птиц, это были мишкины потягушки. И вот сегодня первые ребята, кто пришел на такое открытие экологической тропы. Считаю, что образование такое экологическое обязательно нужно проводить с детьми. Вы сами видели, что дети с большим интересом прошли эту тропу и, наверное, придут сюда еще раз. И я знаю, что есть планы у сотрудников заповедника ее расширить и сделать более, скажем, интересной. И я думаю, что мы постараемся помочь. Сотни окружных детей в игровой форме теперь могут познакомиться с природой родного края благодаря еще одному партнеру – предприятию «Ависта-сервис». Сделали вложение и очень рады, что наши вложения оправдывают свои ожидания. То, что действительно проект работает и работает он хорошо. Сегодня, по словам организаторов проекта, экологическая тропа открыта всем любителям природы. Сегодня мы официально открыли ее. Конечно, эта тропа еще находится на стадии доработки. То есть, это только начало. То есть, мы вот ее опробовали, уже посмотрели, где, что, как можно добавить, что не добавить. Работа-то дальнейшая планируется и большие работы. В планах облагородить полностью весь участок. Стать участником интерактивного экологического маршрута теперь могут все желающие. Стоит только позвонить в заповедник Неницкий по телефону 446-00. Любовь Пермякова, Антон Водряков, телеканал «Север». «Север». Продолжение следует...